Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Райта и это еще один Unbox. Продолжаю получать посылки от российских издательств. И сегодня ко мне пришла коробочка от Реанимедии, которую я уже благополучно раздербанил. Давайте посмотрим на ее содержимое. Заказал я первый и второй том Характера Хранителей. Давно знаю про этот тайтл, но никогда на него особо внимания не обращал. Сейчас вдруг что-то захотелось. Я прочитал первую главу, мне понравилось. И я думаю, история очень веселая и занимательная. Пока взял только первые два тома, что будет дальше не знаю. Но всего их сейчас вроде четыре и выпуск вроде очень сейчас быстро продолжается. Далее мне прислали девятый и десятый, почему говорю наоборот, не знаю. Девятый и десятый том Любовь онлайн. Наконец-таки финал истории. И за пять лет коллекционирования, да и вообще, если я не ошибаюсь, это первый в России тайтл, у которого десять томов и он полностью завершен. На самом деле, по-моему, такой единственный. Первый том я прочитал года три назад. Мне, в принципе, история понравилась. Но я не стал читать тогдашние шесть томов, а решил подождать до конца. И все-таки дождался. Ура! Теперь можно смело брать и с первого по десятый наслаждаться этой историей. Конечно же, прислали открыточки. Вот такие вот замечательные. Вот это мне особенно нравится. С главной героиней Характера Хранители. И также Чебурашка. Чебурашка? Бокуна на мае? Ну и в заключении долгожданный выход лимитного издания фильма Мамору Хасоды «Летние войны». Я ожидал совсем другого издания. То есть я думал, это будет как по тема наоборот. Такое же большое, такое же прекрасное. В итоге оказалось, что это просто вот такой вот простенький лимитный Blu-ray рукав. Да, очень, кстати, прикольный рукав. Он переливается красивенько. Внутри у нас Blu-ray бокс стандартный. Обожаю эти боксы. Они, честно говоря, очень приятные. У них приятный цвет. На обратной стороне, кстати, нету никакой информации по фильму. Такую редко увидишь, честно говоря. Внутри у нас, как я, да, вижу плакатик. Как я понимаю, да. Маленький плакатик, который собран в 4 погибели. Ну, выпрямить его, в принципе, можно. Вот такой вот плакатик. А на обратной стороне тут что-то типа семейного древа, наверное. Не знаю. Я аниме не смотрел, поэтому не могу сказать. Но похоже на какое-то семейное древо. Далее здесь лежат вот такие вот наклеечки замосчастные, из-за которых релиз затянулся еще на 2 месяца. Кстати, прикольные на самом деле открытые... Не открытые. Наклеечки прикольные. Интересные, необычные. Такие впервые в Реанимеде. Да и вообще в каких-либо изданиях я подобных не видел. Прикольно, прикольно. Также, естественно, тут лежит мини-путеводитель. В бумажном варианте. Отличный по полиграфии. Но я все-таки люблю, когда у Реанимеде они вот из толстого... Из толстой бумаги. Они более приятные. Но и этот, в принципе, ничего. Ну и в завершении, конечно же, Blu-ray версии и DVD-версии фильма. Хорошо, что все-таки перешли, не знаю, на постоянной основе или... Но перешли на Blu-ray боксы. Все-таки они приятнее, честно. Они более приятнее, чем DVD-большие боксы. Ну, по крайней мере, для меня. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, было более-менее интересно. Реанимеде хочется пожелать успешной расправы, наконец-таки, со всеми их долгами. Чтобы они могли спокойно издавать новые фильмы, устраивать реанифесты и привозить к нам интересных личностей, вроде Макота Синкая. За это, кстати, я им до сих пор очень-очень благодарен. Это было по-настоящему круто. Всем же остальным хочу пожелать приятных покупок, успешного прибытия этих покупок. Ну и до новых встреч. Пока!